В Литуаль подарки только по любви и со скидками до 50%. Любимые ароматы, подарочные наборы для твоей второй половинки и даже цветы. Совершенно всё для подарков любимым в Литуаль. Всем привет, меня зовут Александр Рогов. Добро пожаловать на Рогов Лайф. Да, это новый сезон, это новые студии, новое оформление, всё новое. Меня зовут Александр Рогов и сегодня вас ждёт обзор луков звёзд. Здесь Рогов, тут Карцев, в моих руках Голубь. И сегодня, мне кажется, будет хорошо. Но перед тем, как мы начнём, я вам расскажу, во что же я одет. На мне пальто Лоэве, подиумная, на мне джинсы Баленсиага, на мне обувь Мезон Маржела. В руках у меня Голубь от J.W. Андерсон. Прилетел он ко мне буквально сегодня. Спасибо ребятам из Splash Out Guys. Вроде бы всё сказал, комментируйте, подписывайтесь, уже можно ставить лайки. И мы начинаем. Я с тобой навсегда-навсегда, ты единственная, моя. Ладно, всё. Всё, мы начинаем, снимаем обзор луков звёзд на связочке. Гош, добро пожаловать, это Рогов Лайф. Новый сезон, всё по-новому, но всё по-старому. Потому что мы с тобой будем обсуждать образы звёзд, красных ковровых дорожек, и ты здесь. Нравится? Да, приятно. Мы постарались. Это твой именной стул, на него никто не сядет, даже Овечкин. Хорошо. Готов приступать? Да. Обсуждаем Грэмми. Ты материться сегодня будешь? Хочешь, буду. Да я не знаю. Я не знаю тоже. Давай как пойдёт. Я не знаю вообще, всё по-новому, ничего не понимаю. Давай как пойдёт. Я пока не понимаю, будем, не будем. Итак, Грэмми. Самые яркие выходы. Ярких выходов, правда, много. 262 лука мы пролистали вчера, но очень много звёзд, прикольно одетых, и мы их не знаем. Поэтому сегодня в эту подборку они не попали. Будем обсуждать хотя бы тех, кого мы хоть чуть-чуть знаем и примерно представляем, чем они занимаются. Давай начнём, и первый подразбор попадает Лизо в Дольче Габбана. Что ты думаешь? Я не люблю Дольче, но это смешно. Всё. Но это не слишком мем, чтобы быть мемом. Мне кажется, что стилисты Лизо поняли, что её нужно либо обтягивать и максимально показывать её тело, либо превращать в кучу малашу. Потому что помнишь, она уже была в чёрной куче. Там была элегантность. Да, и вот там было элегантно, было классно. А тут как будто бы нет элегантности, и она похожа на какую-то кучу завявших роз. Хорошо это или плохо, я ещё не решил. Я, если честно, вообще никак на это не отреагировал. Я видел это, видел даже на видео. Чтобы передвигаться, она снимала капюшон. Реально? Ну да, потому что в этом невозможно было ходить. А фотографироваться, записываться на видео, она его надевала. Поэтому, ну, супер мем. Но тебе нравится? Я не могу сказать, что это станет её знаковым образом. Не уверен в этом. И Лизо, одна из знаменитостей, которая переоделась. И у нас есть образ, в котором она была потом уже на церемонии. Как тебе этот образ от Дольче Габбана? Уж лучше куча. Из цветов. Мне не очень он понравился. Я не знал, кстати, что это Дольче Габбана. Единственный плюс в нём, это перекликаемость. С чем? Хорошая. С волнистых волос вот этими вот зажимами. Но если честно... Ну, понимаешь, что здесь как бы что-то переходит от себя. Мне, если честно, вообще не нравится. Не знаю, что это Дольче Габбана, только рукава. В предыдущем розы. Это не похоже на Дольче. Не считывается. Не считывается, что это они. И это для Лизы не похоже, что это как будто бы её лучший выход. Мне кажется, потому что Дольче не умеет работать с плюс-сайз. Ну, с таким плюс-сайзом. Ну, вообще сидит ужасно, хотя Дольче Габбана хорошо себя чувствует в нашей стране именно из-за платьев для дам плюс-сайз. Но, судя по этому платью, Дольче не умеет работать с этой фигурой. Почему? Смотри, платье квадратное. Почему-то они не сделали прилегание по бедру. Тогда было бы красивее, представляешь? Если бы вот здесь платье от бедра не отставало. Да, она просто квадрат. И как будто бы либо ещё короче, как ни странно, либо подлиннее. Да-да-да, либо длиннее, согласен. И вот эти рукава, и вроде бы буфы и объёмные, но для Лизы они слишком маленькие. То есть тогда они должны быть ещё больше, что ли. То есть какое-то платье максимально несуразное, но зато в нём она получила Грэмми. Выглядит как будто бы это русский дизайнер какой-то. Знаешь, такой? Кира Пластинина. Ну да, типа какой-то такой вайб. Вот в ювоне сейчас есть похожая ткань. То есть я не могу сказать, что это выглядит дорого. Но и посмеяться над этим не могу. Ну получила Грэмми, получила. За что Грэмми? За что-то. Не знаете? Да, ну ладно. Ну получила и получила. Давай дальше. Доджа Кэт Версачи, супер. Как тебе вообще Доджа Кэт? Очень сильно люблю. Её все эти выходы и провокации, особенно на кутюр на неделе моды сейчас. Лайк полный. Я люблю что-то, что выходит за мои представления о нормальном. Но вот на самом деле здесь это как будто бы прям нормальный лук. Вот если мы возьмём её выходы на кутюр на неделе моды, с Кипарелли в красном, куда она ещё выходила там? На Валентина был приличный, с короткой чёлочкой, с длинными волосами. Что-то было с ресницами на лице. И сказали, что Пэт Маграт её накрасила в красном. И она сказала... И все начали писать, что где ресницы. А, это поэтому было? И на следующий день она сказала, ну окей, блядь, хотите ресницы? Приклеила, усы себе. И вот это всё из ресниц. Это было смешно. И эти образы, выход за рамки нормальности. Вот тут, мне кажется, всё максимально даже красиво. Тут, наверное, за рамки нормальности выходит только ткань, что это латекс. А в целом платья-то суперсекси. Смотри, как красиво. Очень неожиданно. Очень нравится. И Доджи же не номинирована была, мне кажется. Вроде бы. Ну, то есть она не главный герой года по музыке. Кто пришёл? Здравствуйте. Здравствуйте. Или кто? Ты Доджи Кэт? Юра, как тебе Доджи Кэт в латексе? Понятно. А ты знаешь, что собак сейчас учат говорить? Кнопками. Кнопками. Я видел. Давай в следующий раз научим. Он будет говорить лайк, не лайк. Ну давай, хорошо. Хотите ли вы, чтобы Юрий принимал участие в выпусках обзоров Луков Звёзд? И хотите ли вы, чтобы мы научили его говорить кнопками? Юр, ты тогда, если что, можешь выходить из кадра, можешь в кадр возвращаться. Окей? Я хочу сказать, что очень мне нравится всё в этом образе. Мейк, прическа, серьги, ткань. Это и Версачи, и не Версачи. Доджи Кэт, все её выходы, она же изначально герой интернета. Да. Она оттуда вылезла. Что там делает? Ковёр вот сейчас он погрызёт. И она умеет использовать мемы, поэтому здесь не знаю, какой был у неё посыл. Ну, наверное, тоже какой-то мем был. Но мне очень нравится. И мне как раз таки нравится этот образ на контрасте с тем, что она делала на кутюр на неделе моды. Очень красиво, супер элегантно, вечернее платье, со шлейфом, высокая перчатка. И классно, что короткая стрижка, вот эта пикси, прям супер. А почему она не вышла в чём-то с трэшовым, как ты думаешь? Как будто бы было слишком много на кутюре. Мне так кажется. Вот знаешь, когда от тебя ожидают трэшового, 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 ты даёшь трэшовое, трэшовое, а потом бам, не трэшовое. И это тоже привлекает внимание. Была бы она здесь вся в этих ресницах или красная, ну... Прервёмся ненадолго. Через несколько минут вы продолжите смотреть обзор Грэмми с Гошей Карцевым. А прямо сейчас я предлагаю заняться онлайн-шоппингом. У меня совсем скоро состоится важная модная съёмка, и нужно к ней тщательно подготовиться. И делать это сегодня я буду в разделе «Премиум» на Ламмоде. Здесь собран широкий ассортимент уникальных, оригинальных, премиальных брендов с простой и быстрой и удобной доставкой. Начнём? Итак, открываем приложение, заходим в раздел «Премиум», приступаем к шоппингу. И начнём давайте с женского. Так, например, мне очень нравится это платье от Пинка с объёмным бантом. Платье стоит 39 600. Но дождитесь конца этой интеграции, вы услышите промокод с классной скидкой от меня. Объёмные банты сейчас тренд сезона. Конечно, в таком платье можно отправиться и на коктейльную вечеринку, и даже на выпускной. Но если в это платье наденете с грубыми ботинками, белыми носочками, а в руки возьмёте какую-то придурковатую, забавную сумочку, будет, правда, круто. Так, что ещё здесь есть интересного? Так, о! Ещё от Пинка, кстати, со скидкой 55%, 26 100 стоит вот такой бомбер. Мне очень нравится, что это бомбер-трансформер, бомбер-франкенштейн. Низ у бомбера из джинсовки, вверх у бомбера бомбер. Выглядит очень круто, сочетание денима и хаки. Мне безумно нравится носить хоть с тренниками, хоть с денимом, хоть с классическими брюками, хоть с юбкой-пачкой. Очень рекомендую обратить внимание на эту вещь. Сейчас солнце будет яркое, поэтому рекомендую вам приобрести себе и солнцезащитные очки. Я здесь нашёл Баттега Венета, вы понимаете? Очень классные очки от Баттега Венета, чёрные, с золотыми элементами. Такие впишутся в любой гардероб. Я бы такие очки однозначно назвал бы базовыми и однозначно назвал бы их инвестицией в гардероб. Ещё чуть-чуть. Так, я раззадорился. О, классная сумка от бренда Этро. Этро возвращается, Этро сменили креативного директора. Вот такая сумочка-багет, классическая, точно вам подойдёт. К тому же, если вы себя причисляете к супермодницам, обратите внимание на это изделие. Ещё давайте что-нибудь женское, классное, найдём. Гениальная находка. Это вот такие мюли Сабо от Спорт Макс. Каблук такой называется, даже не танкетка, и такой каблук называется скала. И вот сейчас скала будет максимально актуальна. И весной-летом ещё и в осенне-зимний сезон перейдёт. Обратите внимание. Ну, в мюлях, конечно, осенью-зимой не походишь. А вот сапожки на такой скале купить точно можно будет. Я думаю, в разделе премиум на Ламоде вы такие найдёте точно. Парням тоже сегодня достанется. Я даже себе эти вещи присмотрю, мне кажется. Итак, кожаный бомбер. В этом сезоне без чёрного кожаного бомбера никуда. И к тому же, он может быть как оверсайз, прям суперобъёмным, как я люблю. Но может быть и приталенным, достаточно узким. Такие укороченные куцы и бомберы нужно носить с объёмным низом. Ни в коем случае не с обтягивающими джинсами, джеггинсами или, я не знаю, с чем вы там ещё их захотели бы надеть. Я обожаю бренд Марни, и Марни всегда представлен в разделе премиум на Ламоде. Посмотрите, какая классная джинсовка с вытравленной надписью Марни. Такая джинсовка, куртка, рубашка, будет круто смотреться. И с джинсами, с таким же узором. Кстати, такие джинсы здесь на Ламоде тоже есть. То есть можно прям костюм купить. Ну или можно эту рубашку, джинсовку разбавить просто небесно-голубыми джинсами, может быть, чёрными классическими брюками или чиносами. Наденьте с футболкой в тон или с майкой-алкоголичкой. Вариантов миллион. Мне очень нравится всё, что я нашёл. Мне кажется, что костюмчик Марни достанется мне. Надеюсь, своим примером я вас очень вдохновил на онлайн-шоппинг на Ламоде. А сейчас самое приятное. Ловите лично от меня щедрую скидку в 15% по промокоду ROGOW23. Заходите, выбирайте и наслаждайтесь шоппингом. А прямо сейчас продолжайте смотреть сегодняшний выпуск, а я продолжу шоппинг-наслаждение. Так, вот тут куртка ещё классная была от Бальман со скидкой. Давайте-давайте. Двигаемся дальше. Гарри Стайлз в Эгон Лэб. Как тебе вообще этот бренд, и как тебе выход Гарри Стайлз в этом комбинезоне? Эгон Лэб – талантливый бренд с классным дизайном, с интересным промо. Ты знаешь, что они деда с бабкой. Да, они с этого начали. Давай зрителям объясню. Эгон Лэб – бренд достаточно молодой, и они завирусились масштабно в интернете благодаря тому, что одевали бабушку и дедушку в свои суперсовременные наряды. Там были пиджаки приталенные, с юбками, брюками. Выглядело это и выглядит до сих пор суперактуально. И вот Эгон Лэб сейчас продолжает своё шествие. По подиумам уже у них, по-моему, два или три раза показы даже были. А ещё мне нравится, что, заходя в их интернет-магазин, не знаю, но так точно раньше было, ты сразу же попадал в их мета-вселенную, и там мог купить ещё вещи. Они продавали коллаборацию с Крокс, и как NFT, и что-то в мета, и плюс ещё физически можно было купить. Я вообще до сих пор не понимаю, что такое NFT. Non-funeral token. Нет, я понимаю, просто не понимаю, в чём смысл. То есть я купил картинку, и что? Ну, это как вот этот голубь, ты владеешь, только в нигде. Только в нигде, да. Где-то в сети. Окей, давай обсуждать теперь этот выход. Потому что мне кажется, что это тот случай, когда это почти айконик. Это айконик 100%, мне кажется. Это знаковый образ. И что мы можем заметить? Гарри накачался. Да, он в отличной форме. В суперформе, и он это классно демонстрирует. Ему это очень идёт. И я думаю, потому что тур, он же просто нон-стоп гастролирует. И я думаю, это физически сложно. И он поэтому не ведёт себя как рок-звезда, а ведёт себя как профессионал. И относится к этому как к работе, и поэтому следует за здоровьем, мне кажется. И интересно ещё, что здесь прикрыты соски. И на видео это круто смотрится. Сбоку очень хорошо смотришь. Потому что сбоку видно бицуху, татуировки, и вот этот вырез симпатичный. Мне нравится, что он клоунский. И единственное, что, конечно, кроме Гарри, это никто не сможет посетить. Да, это правда. Но я ещё где-то читал, что это некая отсылка к образам Фредди Меркьюри. Он тоже в похожем комбинезоне выступал. Но он в целом же британец, он много британцев. Квинн же британцу? Или я гоню? Ну, британцу, мне кажется. Ну, короче, мне кажется, что он в целом, да, это всё, это чисто британское. Это Битлз, Элтон Джон, Квинн, всё вместе. Точно, Элтон Джон мог бы в таком повидеться, только ботинки были бы на платформе. В общем, Гарри Стайлз в этом луке реально супер. Это провокационно, это дерзко, и это классно. Мне понравилось. Но я хочу обратить внимание, что здесь, я надеюсь, что нас смотрят звёзды начинающие или уже состоявшиеся, что здесь очень важно. тандем Гарри, это круто выглядит, потому что у него есть креативный директор, который отвечает за его визуалку, говорит ему, что носить, следит за этим, каждый концерт его переодевает. Это круто. И они задают тренды, поэтому здесь видно, что человек уделяет этому огромное внимание, и у него есть на это специальная команда, и ему это гармонично. Поэтому, пожалуйста, дорогие люди, если вы хотите такой же эффект, как от Гарри, но не конкретно такой, в смысле по объёму, то это важный момент. Да, это важный момент. И Гарри тоже несколько раз переоделся. Во-первых, он выступал на Грэмми, он и получил несколько Грэмми. Давай обсудим его луки быстренько. Давай. Один из образов для сцены, это такой какой-то комбинезон костюм в бахроме, и я был уверен, что это Валентина, потому что у них есть похожие вещи. Но мы с тобой перед тёмкой погуглили, это что? Глуча. Как тебе? Нравится. Мне тоже кажется, что это классно, это всё подчёркивает его движение, хотя многие сказали, что Гарри был супер уставшим и выступал супер уставшим, и как будто бы ему было пофиг, но выступил. И там была сложная сценография. И второй лук, это образ, в котором он выходил уже получая статуэтки, образ от Гуччи, брюки, топ в кристаллах, укороченный пиджак. Мне очень нравится. Я бы так оделся. Мне вообще не нравится совершенно. Почему? Глядит плоско, мне непонятно пропорция. Специально это говоришь? Нет, правда, мне... Специально так говоришь? Хуй ты орёшь меня. Поговаривались с огонь. Не знаю, мне не нравится. Просто не нравится. Нет, ну опиши, вот что... Мне не нравится пропорция вообще. Он прямоугольный. И я... У него ноги короткие, жирные выглядят в этом какие-то. Не знаю, мне не нравится сочетание цветов. Странное очень. О, мне вообще нравится. Хотя низ как будто бы от меня. Я вот так... Я ношу такие брюки, люблю такие... Давай это низ от тебя, а верх от меня. Да, может быть какой-то. Но... Гарри выглядит хорошо. Не знаю, что он уставший. Ну, может, он правда устал. Блядь, такой... Боже, а как перестроиться на шутки, ребят? Он правда устал. Я сам устал смотреть на него сейчас, если честно. А что это за бабулька была, которая вручала? Вот, бабулька. Короче, Грэмми сделали подкастный какой-то момент, где каждого артиста, суперфанат... Каждого артиста, который был номинирован, суперфанат, сидел за круглым столом и обсуждал, почему они должны получить свою премию. И главная фанатка Гарри, Стас, который выбрали Грэмми, собственно, когда вручали, когда открыли конверт, во-первых, она, ей ведущий, сказал, чтобы она озвучила это, а потом попросила вручить ему... Да, это бабуля, бабуля. Бабулька, да, бабулька, фанатка, которая супер все про него знает, и это было довольно трогательно. Да, это очень прикольно. Я просто не понимал, это его бабушка или вообще в каких они отношениях. Это класс, это было очень круто. Давай продолжим. Не переживай, что не шутится, Гош. Некоторые выпуски могут быть без шуток. Это он. Это он. И, кстати, подписывайтесь на нас в соцсетях, на телеграм-канал Гоши, который называется Гоша Карцев, на мой телеграм-канал, который называется... Я не помню, как. Рогов. Рогов 24, что ли. И на мой новостной канал, там много новостей и всякой интересной информации. Итак, следующее под разбор без шуток сегодня попадает Лурдес Леон, Ака, дочь Мадонны, в бренде американском, по-моему, Area. Да. У меня предположение, что вот фотографии, которые мы смотрим, отритачены. Потому что Лурдес Леон выглядит вообще не так. Мне кажется, она так выглядит. Нет, ну она просто прямоугольная. А тут у нее есть талия. Либо это такое нереальное платье. Это корсет. Которое должны теперь все купить. Это корсет. Ты что, не видишь, что у нее грудь ниже гораздо? Тебе просто держится. Это платье маленькое. Смотри, как тут на груди все. Да, 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 да. Видишь, мне кажется, что она просто сильно очень ужата. Но Лурдес вообще хороша. Она так похожа на мать. И она такая, какая-то актуальна. И мне нравится, что у нее Rolls Royce татуировка. Как у меня, кстати, смотри. Да, реально. Мы с Лурдес на одной волне. Мне кажется, что Лурдес классная. Супер. Охуенно. И, собственно, все. Ну вот. Прервемся ненадолго и поговорим не о луках звезд, а об их так называемой волшебной генетике. Как часто вы замечали, что многие селебрити, например, через месяц после родов, уже сияют на ковровой дорожке. Ну, прям как ни в чем не бывало. Или оперативно сбрасывают лишние килограммы для роли в новом фильме. А что, если я скажу вам, что благодаря анализам можно скорректировать свое питание так, чтобы похудеть быстро, эффективно и без вреда для здоровья. А еще можно продлить молодость и снизить уровень стресса. Я понимаю, конечно, что все это звучит как сказка, но на самом деле все очень просто. Вот в чем секрет. Нужно расшифровать свою генетику с помощью ДНК-тестов. Гемотест запустил спецпроект «Секреты хорошей генетики». ДНК-исследование генов может помочь разработать подходящее именно вашему организму правильное и грамотное питание, подобрать вашу персональную стратегию по сохранению молодости кожи, помочь избежать ненужных косметологических процедур. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать секреты красоты. Расшифровывайте свои гены и будьте молодыми, красивыми, здоровыми и самыми любимыми. Я вас люблю, вы меня тоже, я знаю, любите. Остаемся на связочке и продолжайте смотреть сегодняшний выпуск. Давайте, давайте. Давай обсуждать дальше. Это Карди Би в синем платье, и это очень красиво, я сразу скажу. Очень прям? Почему? Ну, просто потому что это очень красиво. Ну, хорошо аргумент. Ну, просто это очень красиво. Ну, как, это очень красиво. Ну, как, вот это нет слов. Ей идет этот цвет. У нее очень классно на крупняках видно, как через лицо проходит этот какой-то капюшон неземной. И классно. Треш вообще какой-то. Ну, а что здесь? Мне очень нравится цвет. Цвет очень красивый. Но, и мне нравится вот эта линия. Слишком дива для Карди. В этом Бьонс могла бы появиться. Было бы интересно. Потому что Карди грязная, типа, девка. Она стрепуха. Ну, что, она вдруг дива стала. Гоша, вот я знаешь, за что ценю наш с тобой обзор? Потому что ты всегда с какого-то совершенно другого ракурса смотришь на дело. Вот я смотрю на платье и на женщину в платье. Забываю о том, что это Карди Би, она грязная девка. Ну, в смысле, в хорошем смысле грязная девка. То есть у нас стриптизерша бывшая. Человек, который кричит и кидает предметы в других артистов. Ну, почему она так вдруг выглядит? Дорого, красиво, но чуть-чуть все равно я чувствую. Вот я не знаю, кто такой Гаурав Гупа. Кутюр Гупта. Знаешь, вот есть талантливые дизайнеры. Когда ты смотришь, например, на Ирис Ван Херпен, ты понимаешь, что человек создан для этого. А иногда есть дизайнеры, которые хотят удивить. Которые хотят что-то придумать, и у них это не всегда получается. И ты считаешь, что Гаурав Гупта – это он? Да, ну, как будто бы зачем? Что мы здесь, как бы, хотим сказать этим приколом? Что мы изобретаем? Ну, она волна. Волна, да, реально, я волна. Очень сильно похожа на русское. Это могло бы появиться на русской какой-то ковровой дорожке. Ну, ладно. Честно, я не знаю, мне вообще, я не понял выбора этого. И я так понимаю, она еще переодевалась, по-моему, или нет. Ну, как будто бы я видел. Да, она была еще… Да, вот второй лук у нее был классный. А, это в лепесточках, в таких металлических. Это на сцене было, да, это Пакарабан. Вот, тогда есть какая-то история, понимаешь? Если мы возьмем синий вот этот футуристичный лук и вот этот Пакарабан, возможно, она хочет стать какой-то дивой из фильма «Метрополис». Как будто она подводная критча. Критча, да, да. И она еще сделала нос, мне кажется. Он прям как будто бы меньше стал. Вот здесь особенно видно, посмотри. Но, Гоша, это уже не наше дело. Да, но какая-то метаморфоза происходит. Возможно, мы наблюдаем эту метаморфозу. Вот, вот это, да. Да, есть еще один лук к РДБ. А это, да, вот посмотри. Вот это что, не знаешь? Это знаешь откуда? Это вечеринка Клайва Дэвиса, которая до Грэмми за день или за два дня работает. А, мне очень нравится. Но вот тут она, вот та самая грязная девка, которая должна быть, да? Да, да, да. Мне кажется, и при этом какая-то новая интерпретация. То есть фрик, и есть фигура, и какой-то новый вайп от нее чувствуется. Но это красиво. Это интересно. И мне нравится, что здесь малят вот эта стрижка, с коробкой челкает длинными хвостами. Да, это классно. Прикольно. Но очень спорное, конечно, очень странное сочетание. Это нельзя повторять дома сто процентов, потому что вот это кружево с кожей, разные фактуры. Но забавно. Но я все равно считаю, что Карди Би в платье от Гауравгупта ха-ра-ша. И, кстати, у Гоши на канале вышел выпуск, где мы обсуждаем звезд, но при этом мы не видим их лиц. И вот если бы у Карди Би было закрыто лицо и были бы закрыты ровки, скорее всего, мы, правда, не поняли бы, что это она. Да. Вот в этом смысле это, правда, не сработало бы. Если вы этот выпуск не видели, обязательно переходите, посмотрите. У Гоши на канале. Там супер-оржака. Ну, как минимум, так Гоша говорит. Я тоже выпуск еще не видел, потому что на момент съемки этой выпуска, естественно, еще не было. В общем, вот такие у нас тут колуарные моментики на съемочной площадке. Давай дальше, Гош. Это пиздец такое вообще. Я в шоке, если честно. Потому что это очень сильно похоже. Есть какой-то русский дизайнер, в нем в таком же прикидке появлялась Ида Галич и Оля Парфенюк из женского форума. Я тебе покажу. В таком ряде похожем? В очень похожем. Это вообще какой-то бабкин стиль. Не знаю. Мне кажется, это так не современно. Я вам скажу, что мы сейчас обсуждаем уже Тейлор Свифт на красной ковровой дорожке Грэмми. Это очень взросло. Ну, она повзрослела. Я сегодня адвокат звезд. Я так понимаю, что мне нравится, Гоша не нравится. Ну, а что плохо? Ты смотри, живот красивый, юбка классная, топ в кристаллах, все переливается, челка уложена. Просто люди-то должны понять, что... Но мне... Во-первых, я не понимаю серьги с платьем. Тебе нравится? Нет. Ой, они такие... Я вообще сюда не добавлял бы серьги, потому что платье уже как серьга большая. Да, и при этом это укладка. Что это за прикол? Мне не нравится длина. То есть мне кажется, что, возможно, оно бы было, если бы оно было более архитектурно и было ровно в пол... Как ты любишь, да? Да, оно было бы, возможно, как-то интересней. Ну что, это как бы типа гаун, но не гаун. Типа вечерний наряд, но не вечерний. Понимаешь про что? Да, это Тейлор Свифт в платье Роберто Кавалли и Джузеппе Заноти. Но Джузеппе Заноти мы не видим, потому что это обувь, а обувь скрыта подолом. Не знаю. Просто проходной лук. Но, по крайней мере, она поддерживала Гарри Стайлза и стояла, хлопала, когда кричали «Уйди со стайл». А мне нравится, что это просто симпатично и не вычурно. Ну, плати, плати. Я бы сестил запах линолеума. Это он? Не знаю. Юра! Ну-ка. А почему Юра? Ну, потому что вообще собаку звали Гуччи. Его кличка Гуччи. Но какая Гуччи у меня? Поэтому Юра. Окей. Понял? Юра! Привет! Ну, привет! Ну, здравствуй! Ну, привет! Юр, все, можем продолжать? Спасибо большое. Давай перейдем к откровенной рваке. Это Шанай Туэйн в Харрисе Риде. Как тебе Шанай Туэйн? Нравится ли тебе, что получилось? И как тебе Харрис Рид? Потому что мне тоже есть, что сказать. Пишите, ставьте вот этот эмоджи в комментариях. Я люблю Харриса Рида местами, местами нет. Ну, это какой-то галлюциногенный, да? Это жесть. Галлюциногенный гриб, реально. Да, это что-то. Она очень сильно подходит под локацию. В целом, как будто бы даже я не мог такое сделать. Но подбиралочка хороша. Еще бы в тон ковра были бы волосы. Я бы вообще умер от смеху. Представляете, как тяжело было людям, которые за ней сидели на премию. Только, может, она сняла шляпу вместе с париком. Нужно такие шляпы, которые парень пришит, она сняла, у нее там... Кепки бывают с сшитыми волосами. Вот это такое. Это очень у темнокожих людей популярно. Я смотрел недавно на Инстаграм, они реально продают шапки с волосами, кепки с волосами. Ну, потому что это... На дело пошел. Тебе не нужно. Но я думаю... А как ты можешь убирать над кепками с волосами? Блядь, ты сидишь в пальто, у которого пришита юбка, у себя голубь стоит. Сука, видите, голубя. Ну, то есть, какие вообще вредензии человек сюда посмотрели, вот у тебя вот на это, и еще ты что-то говоришь по поводу волос. Ой, ну ладно, спешатки. Но я думаю, я думаю, что это, конечно, уже чуть-чуть дурка попасть. Ну, да. Знаешь, на что это похоже? Есть у Зиверт образ, который для нее делал... У Зиверт, это похоже, реально. Да, который ей делал Овечкин, а Шиле это платье Анциферов в его ателье. Она была в том платье коровы. Ну, просто мы с ними сотрудничали, тогда и видели, вот тоже какое-то платье из коровьи, какой-то ткани, очень похоже на вот этот выход шилайдовый. Ну, это даже как будто бы не дотягивает до мема. А давай обсудим Харриса Рида вообще. Потому что его персональный бренд и его коллекции, ну, очень спорный. Как будто бы это выпускник в Секстильной Академии. Это вот этот, который делал... Да, ну вот это все лабр-кадабр. Да-да-да-да-да-да. И на этого черного. И Ман, и Лил Нос Икс выходили на тоже большие церемонии в его одежде. Но при этом смотри, он делает очень странную одежду, а сейчас назначен креативным директором Нина Ричи. Значит, это работает? Он не... Ты ничего не путаешь? Нет. Он креативный директор Нина Ричи. Но, к сожалению, тогда мы с ним можем попрощаться, потому что это проклятый модный дом, и все люди потом пропадают. Ну, кстати, правда, что Оливье Тейскинс. Да-да, поэтому здесь это челлендж. Ну, то есть, это... Ну, я не знаю, это... Он точно не справится, потому что такая должна быть яйца там стальные. Хотя... Дальше? Дальше. Этот лук мне нравится, я не знаю, кто это. Кейси Маз Грейвз Валентино. Как красиво, наверное, сейчас вам смотреть, это потому что все на экране розовое. Розовое, да? Кто это? Это кантри-певица. Она как Барби одевалась. Мы с тобой не раз обсуждали. Реально. Да, она все время ходит в париках. Она как Барби была раньше. О-о-о. Мы сто процентов... Вот сейчас вы увидите, какие образы мы обсуждали раньше. Да, вот здесь, смотрите, Кейси Маз Грейвз прямо сейчас на экране в совершенно разных образах и вполне вероятно в париках. Мне нравится. Это симпатично и для нее хорошо. Она никогда не выглядит запоминающийся. Ну вот, судя по тому, что я не помню. Да, но нормально, нормально. Это один из, наверное, кстати, нарядов Валентина, который меня не раздражает. Мне очень нравится этот лук. Мне тоже нравится. Мне прям красиво. Мне нравится, что перья вверх. А вот прическа вот эта такая вот прям совсем простая. Тебе окей здесь? Она телка просто. Она... Вот это... Все такое, скажешь, за что ты получаешь. Она дорогая версия Арктика и Асти. Асти вот этих всех... Она такая... Она вот Севиль и Анна Асти. Просто сделанная с бабками. Хорошо, когда есть бабки. Понимаешь? И вот у нее... Она в Москве находит часто. Мне это классно выглядит. И она, ну, просто делает народную музыку. Ее любят жители Техаса. Она очень популярна. Самое смешное будет, если я вообще сейчас перепутал человека. Я просто долго-долго рассказываю, что это вообще не она. Это не она. Прикинь? Да, это не она. Боже, это очень смешно. Ну, короче, это один из самых симпатичных луков, пока, которые мы посмотрели. Но бьюти отстой. И ногти тоже. Пуськи, они расстались. Да, пуськи расстались. Но прям со скандалом. Она чесалась, удалила все флотки. Запанила все говно. А что случилось? Подписалась на всех его врагов. Реально? Да, она подписалась на Эминема, еще на кого-то. Но я видел, что она еще и свой инстакрякнула. Не знаю. А что расстались? Просто поругались и все? Слушай, они мне рассказывали. Я не знаю, что они расстались. Просто ты все знаешь. Нет, я думаю, что в целом Машингон Келли, я не уверен, что самый верный человек в мире. Это мое предположение, что он гастролирует, а он рокер. Я думаю, он там трахает группе. Жастко. Хотя я... Ну, это единственное проект. Но тандем-то классный был. Мне кажется, они прям хорошие пары были. Очень хорошие. И это моя первая версия. Вторая версия. Мне кажется, что он в голове мелкий, а она тоже взрослая. Чувствуется именно развитие ментального. Знаешь, из-за чего я сейчас переживаю? Из-за чего? Что сейчас с Юрой происходит то, что случится со всеми нашими зрителями когда-нибудь смотрите этот выпуск. Тебе кажется, это будет... Если мы смеемся, это не будет как обычно. Юра. Тебе очень скучно. Боже, какая ты прелесть. Я не могу. Давай так или иначе обсудим этот выход. Я так понимаю, что он один из самых последних. И вполне вероятно, у них уже здесь что-то происходит, что привело к их расставанию. Потому что буквально через пару недель после Грэмми об их расставании все начали писать. Не знаю, может быть. Что ты думаешь? Я разлюбил Машинганкеля, потому что мне не понравилось. Его Дольче Габбан убило, и он очень сильно изменил стиль. И он... Мне не нравится на нем совершенно. Малит вот такой. Он часто гоняет с какими-то длинными волосами. И лучше бы раньше. как раньше гонял. И у него из-за Дольче ушел вайп панка, который мне очень в нем нравился. Но наряды вот все вот эти, это просто трэш. Посмотрите, на нем протупее, из камней, на каком-то... Чего-то-чего-то. Он в чем? В Дольче? Ну да. В Дольче нет. Я никогда не любил Захар Мурада. Хотя живьем это очень круто. Я помню, у нас был бутик Фэм Этуаль в Петербурге. Не знаю, есть он там или нет. Там продавали Бальман кутюрный. Такой маленький смешной магазинчик. Да-да-да. И я, конечно, мы там трогали Захар Мураджи. Это очень все здорово, конечно, на это смотреть, но это просто прошлый век все. Мне кажется, что это один из худших их парных выходов. Ужасно. Во-первых, мне не нравится, что вот это шитье золотое на платье теплого оттенка, а его костюм холодного. Раз это парный выход, но тогда это должно было быть в одной гамме. Вот это портупея из кристаллов Адова. Но были бы здесь эти брюки и при этом драная футболка с портупеей сверху. Может быть, сработал бы. Ну, какое-то все вылезло. Я с тобой согласен, что после его коллаба с Дольче Габбаном он вообще потерял вот этот свой флер и вот эту какую-то неряшливость и какую-то легкость в образах. Стоим и пытаемся высосать ее из пальцев. Хуйня полная. Ну, то есть, это просто супер проходной наряд. Это телка, блядь, выпускного. Ужас. Какого-то. Или со свадьбы подруги богатой. Очень кавказская. Какой-то вообще в легкую, мог сказать, очень нарядно, все ярко. И он просто, что это за наряд? Очень плохой. Кого он? Ну, вот брюки такие я бы надел. Да ничего бы я бы не надел. Это трэш вообще. Давай дальше. Давай. Мать моя. Любишь малыш? Селин, ёп твою мать. Что происходит? Ну, тебе нравится? Вообще нет. Селин платье прикольное, но почему она здесь на ней? Мне кажется, это отсылка к ее платью из нулевых. Помнишь, такое короткое у нее было? Селин? Металлическое. Нет, но у нее было платье, у Пэрис. Да, но почему Селин? Ну, а что? Это ж смешно, но они выходят на новую волну потребителей. Может, она просто купила это в магазине и пришла. И пришла. Ну, кстати, вполне себе, мне кажется, в стиле Пэрис было бы. Да, да, да. Ну, почему? У Селин же последнее шоу с отсылками как раз к стилистике нулевых 90-х. Вот эти скини-джинсы, огромные сумки на руке, как Пэрис таскала. Может быть, они в это играют сейчас? И отсылка к ее платью, в котором она окружилась на вечеринках. А что за башмак там торчит? Ну, у нее 45-й размер ноги. Там, знаешь, прячь, не прячь, все равно не спрячешь. Какой-то черной лодки просто обычные. А вообще прическа, это что с лицом? Я вообще ничего не понимаю. Ну, она же хорошая, все равно, смотри. Да ничего, она не хорошая. Мне нет вообще конкретно. Меня вообще раздражает. Я вообще, я даже разлился уже, блядь, сейчас. Я не могу на эту хуйню все смотреть. Где, блядь, наряды? Давай дальше. Давай. Вот наряд. Мэри Джей Блач в блонд. Мэри Джей Блач, без трусов. Пока наружу. Я не понимаю сапоги и ремень, а в целом и серьги, и прическу. Короче, ты понимаешь, просто платье с вырезами на руках. Это вообще какой-то, блин, нет. Гош, я начинаю ловить твой вайп, что все говно. Говно полное, скажи. Причем я выбирал картинки, думал, ой, вот это прикольно, вот это классно, тут вот это посмотрим. А что ты сейчас смотришь, реально скукота. Может быть, это не так позорно, как на русских ковровых дорожках? Это русская ковровая дорожка. Это Ольга Бузова. Точно. Посмотри, это просто трэш какой-то. Это Ольга Бузова. Это могла быть женщина с большой грудью из группы «Блестящие». А, Семенович. Семенович в легкую могла быть в этом. Это мог быть кто угодно. Даже, возможно, Юлиана Караулова. То есть это в целом просто как бы смехотворный наряд. Ой, ну что, поехали дальше. А интересно, как ощущение у него, когда ты стоишь, вот так руку кладешь, а у тебя здесь голое тело. Понял? Вот видишь? Ну да, и что? Ну просто это забавно. Ты сними штаны и попробуй. Хорошо, попробуем. Давай дальше. And it doesn't have any fans. Оливия Родриго в «Миу-Миу» and «Тиффани энд Ко». А что тут «Тиффани энд Ко»? Черная клякса? Да, на ней вот это украшение «Тиффани энд Ко». Да, я понял, что это симпатично нравится. Мне тоже кажется, что это хорошо. Мне кажется, это забавно, потому что Оливия Родриго в целом довольно такая скучная, а тут вдруг она неожиданно элегантная. Мне кажется, у нее прям какой-то стилист сменился или появился, и это прям хорошо. Это не пошлое голое платье, классно закрыто, что нужно закрыть, открыто, что нужно открыть. Все видят, что она в шикарной форме, нестандартный выбор колье, что это не камни. Хоть одну песню Оливия Родриго. Чего? А ей хоть одну песню Оливия Родриго. Она певица. А кто от стилист сменился, ты до этого знаешь? Ну, я просто рассуждаю. Я сказал, либо сменился, либо появился. А ты знаешь ее песню? Да, «Good for you» знаю одну песню. «Good for you» Я в прошлом году ее узнал. Летом меня заставили смотреть, ой, не могу. Ну, ладно, это классно. Мне нравится, что это просто чистые волосы, такой клин, макияж. Она супер. Один из лучших образов пока. Да, но он слишком концептуальный для того, что она делает. Она просто супер-поп-продукт вообще. Она Бритни Спирс современных детишек. Так. В этот раз все перепутали наряды. Свои с чужими. Да, как будто бы это не приняло. Ладно, бог. Давай дальше. Это Камила Кабелла в бренде «Пат Бо». Ну, это жесть. Ну, как жесть. Как она? Я Камила Кабелла вообще... Я только что понял, кто такая Камила Кабелла. Короче, я сейчас летел с Мальдива в Москву. С Сырнобогатым. Да. И посмотрел экранизацию «Золушки». А, да. Это она. Короче, я понял, кто это. Это ужасный наряд. Почему ужасный? Он не ужасный, но он типа... Ты знаешь, как будто бы это такой... Сейчас я приближу. Такой лифчик твердый, металлический. Так он и есть, мне кажется. Да? Мне это напоминает... С какими-то розами, блин, на сосках. Просто жесть. Но я уверен, что там все обсуждают очень активно и любят американца. Да. Ну, это типа скучно. Ну, это просто говно. Фу. Но я не могу сказать, что это прям вот так. Нет, Гош, ну, это говнище. Мне кажется, в этом есть что-то. Вот она, по-моему, испанка, или у нее какие-то горячие корни, и в этом что-то такое присутствует. Вот этот кружево, цветы, но интерпретация. Ну. Это что-то, это что-то чуть-чуть не туда повернули, но концепт мне нравится. Это просто. Мне идея нравится, но, ну да, но свернули не туда, ребятки, в какой-то момент. Это ужасно. Это бренд под Бо. Я не знаю, какой бренд. Ну ладно, бог с ним. Ну, короче, что Золушку экранизировали стрёмно, что одели Камилу Кабеллана под Бо стрёмно. Хайди Клум в The Blondes. The Blondes. Очень нравится мне эта коллекция, она совершенно, как будто она из двухтысячных. Она какая-то грязная. Какая-то грязная. Ну, просто вот она стоит сейчас, как будто она грязная. Такая уебичная. Это просто фотка такая. Как она грязная, вот тут кого-то измазывает. Так это фотка хуйчевная. Это просто уебичная фотография. Ну, я же не виноват, я вижу фотку. Блядь, это просто скука. Я просто сижу весь обзор, пытаюсь выжать что-то из себя. Выжми что-то, господь, пожалуйста. Я как кашулю выжжу быстрее, чем вот это. Просто я уже не могу, блядь. Я смотрю и пытаюсь до чего-то доебаться. Я уже прям название придумал этого выпуску. Самый скучный обзор звезд. Это просто, просто невероятная скукотища вообще. Ну, давай переключимся на следующего. При этом, знаешь еще что, это прям вот тотал лукс показа. То есть здесь вообще ничего не одно. пришли, не парились и пошли. Да, пришли, сели, поджали и ладно. Вот Мигель в дизель, это забавно. А тебе не кажется, что это тоже как будто бы не на ту церемонию все. А на какую это церемонию? Ну, как будто бы это что-то MTV-шное. Да не год. Ну, типа что-то MTV-шное, что-то такое. Да, да, да. Про другое. И Мигель вообще в целом скучный человек. Он как бы спокойно очень одевается. Что это за прикол? Нахуя надевать куртку на куртку? Или это дизайн? Мне кажется, дизайн. Я не могу понять вайбе. Я, короче, постарел. Все, я не понимаю кузнецки МАЗ-20. Все, меня порасписывать. Нихуя не понимаю. Не вайб на дизель этот. Все, это интересно ровно пять минут. Один раз. Да, это что вот это такое? Давай дальше. Давай дальше. Тайара Томас в Наталье Фендер. А кто такая Тайара Томас, ты знаешь? Я вот не знаю, кто такая Тайара Томас, но я могу сказать одно, что Тайара Томас супер. И наряд мне этот нравится. Но он тоже не для грамма, но красиво. Мне здесь все нравится. Если это просто модель, которая просто пришла на мероприятие красиво и побыть, то мне кажется, цель достигнута. Вообще идеально. Трусики есть? Интересно. Трусики, возможно, есть. Мне очень нравится. Это такой, это Леонтьев на минималку. Мне очень нравится по цвету, прям супер красиво. И мне кажется, ей было так удобно в этом. Да, хочется еще видео посмотреть, как она там идет. По-любому, она умерцает все. Мне голубь нашептал, что Тайара Томас певица. Что она поет, мы не знаем, обязательно выясним. Тайара Томас супер, моя королева. Юра, ты спишь там, да? Юра, твоя королева тоже. Давай дальше. Давай. Дай тайм в H&M. Я, во-первых, сейчас только что понял, что это больше не существует. H&M, прикинь. Ну, человек вообще быстро от чего-то отвыкает и быстро привыкает к новому. Как тебе вообще факт H&M на красной дорожке и что ты думаешь об этом образе? Ну, мне кажется, девочке 14 лет, и это прикольно. Вот. Это то, что я хотел сказать. Что прикольно, что это девчонка, и ее не рядили в какой-то сложный наряд от Зухар Мурада, а на ней платье H&M вполне себе по статусу, по уровню. Туфли только дурацкие, они тоже из этой же коллекции, это H&M студия. Вот я бы сюда чуть ли не белые кроссовки какие-нибудь, или кедики вы ей дал. Вообще было бы идеально, нет? Ну, это прикольный наряд на вечеринку с Вит Секстин. Да, да. Это прикольно, смешно, легко и весело. А вот следующий лук не прикольно, не смешно и не весело, мне кажется. Это Бэбэр Экса в Москве. Моя зная. Как тебе? Ну, вообще, кстати, смешно. А ты знаешь, что она первая пришла? Она прям первая пришла. Правильно, все должны знать пунктуальность. Малыш, ну что, платье-то не отпарило, зая? Ну, она первая пришла и... И ушла первая. Да, и последняя ушла. Мне, кстати, нравится почему-то. Но я уверен, что эта фотка плохая. То есть думаешь, что есть лучше? Я думаю, что есть лучше, но забавно. Это какой-то типа I'm a Barbie girl, почему? Ну, в принципе, это все про Барби Кор. А что ты думаешь вообще по поводу коров? Выдумали все там. Ну, я не знаю. У меня нет в моей жизни, коров нет. У Барби Кора нет. В смысле, что моя идея в том, что вот эта выдуманность про некий кор новой ступенью стала в развитии темы трендов. Ну, это просто высаскивание пальца. Да, но тренд... Мы привыкли к тому, что все-таки некая сезонность из-за разряда весна-лето новые тренды, осень-зима новые тренды, а у кора как будто бы нет привязки к сезону. И вдруг все начали ходить в балетках. О, балет Кор. Вдруг все начали ходить в розовом, все, Барби Кор. И в этом есть как будто бы какая-то новая эра обсуждения мастхевов. Мне не кажется, это интересно, потому что в моей голове и в моей вселенной, в бабле, в котором я сейчас живу, нет ни трендов, ни коров, ничего. То есть мне кажется, надо хвалить уникальность и ее проявление, а не соответствовать каким-то течениям вообще в целом. Ума, то есть... Уникальности все меньше и меньше, Гош. А мне кажется, наоборот, ее больше. Просто типа Кор, это как будто мы опять хотим всех куда-то в рамки поставить. Потому что людям нужны правила. Зачем тренды были нужны? Тебе про тренды рассказали, ты весь сезон им типа пытаешься соответствовать. Половина людей, которым вообще на тренды должно быть наплевать, они до сих пор пишут Александра в тренде или шуба Максмара под мешутку. Ну как бы, ну сколько можно? Понимаешь? Я не к тому, что я пытаюсь оправдать Коры, потому что они мне нравятся, а к тому, что людям нужны правила. И вот очередное правило, которым людям дают. Вот теперь Коры. Вот Барби Кор, вот Балет Кор, вот Мотокор. Какие там шифры? Для кого это нужно? Кому нужно объяснять, что я парлю Кор? Просто для пабликов. Просто чтобы было, о чем писать. Это просто придумано, чтобы было, о чем говорить. Кор придумали, мне кажется, зумеры. И зумеры никогда не будут читать что-то, где пишут про Коры. Понимаешь? То есть это как будто бы миллениалы и бумеры хотят разговаривать с молодежью. То есть для меня это вот такое. Если мы с тобой сейчас вот так будем делать, это такие свэк. Ну, то есть для меня это как будто вообще в моем информационном поле вообще я не знаю, кто это говорит. Но я это вижу постоянно в моем информационном поле. Ну, и вот если об этом пишет телеграм-канал Шмот, это не значит, что это существует. Вот что я хочу сказать. Почему? Если о нем уже пишет телеграм-канал Шмот, значит, это как минимум существует. Да, но это существует вот как раз в режиме, когда бумер хочет. Вот ты сейчас хочешь... Окей, я бумер. Зумер. А я же бумер, да? Да. Нет. А кто я? Миллениалом с тобой. Почему? А бумер это? Бумер это наши родители. А, да? Бэйби Бум, который был. А, мам, привет. Привет, мам. Ты знаешь, вроде бы вот этот лук Бэйби Рексы странный, а на самом деле, может быть, и не такой странный. Хоть посмотрите на что. Мне... Не знаю. Я вообще... Блядь, я не знаю, что сказать. Этот выпуск, я не знаю, что сказать. Мне единственное, что бесит, что на Бэйби Рексе все время все выглядит дешево. И вот это вроде бы москино, и должно выглядеть дорого, а на ней опять дешево. А на каком москино выглядит дорого? На другом человеке. Аргумент? Да. И мне бесит только, что она помята. А в целом... Она ехала, сидела. Она человек. Что? Такой... Давай дальше. Моя ты заика. Итак, это Black China в Hollywood Larry. Гош, ты можешь объяснить людям, зумерам, бумерам и прочим. Кто такая Black China, ты точно знаешь. Потому что ты и Кардашинс смотришь. Ой. Это Black China, с кем судится это Кардашинс уже много лет? Бывшая жена или не жена? Кого-то из них. Роба Кардашин. Кого-то из них. Ким. Такая из реперской тусовки. Не пойми кто. То есть она ничего не делает. Она просто есть и где-то присутствует. Типа TV personality. Yeah, exactly. Как Эмби Роуз. Да. Сегодня мы ее, по-моему, тоже будем обсуждать. Да. Ну, нужно обладать какими-то яйцами, чтобы в этом выйти. Во-первых, реально. Так прийти. Чтобы так прийти. Реально. Я не понимаю. Не макияж. Ой. Ну как? Она черный лебедь. То нам это зачем информация? Зачем она в целом здесь? Почему она пришла на премию? Я не могу. Но ноги хорошо выглядят. Ой, ну все равно не очень. Она похожа на курицу-гриль. Ну, правда. Курица-гриль без перьев, Саш. Боже, это жесть. Я еще видел крупняк. Просто это трэш. Да, там есть крупняк. И по соцсетям потом был мем, что это типа я в понедельник. Ну, короче, это не я в смысле, а тот, кто постит. В общем, это ужасно. Я думаю, что... Знаешь, почему она, кстати, так идет? Потому что она Black China. Это единственное, как я могу это оправдать. Вау. Все. Ну, интересно, какая история. Вот она что говорила на красном ковре? Она говорила, I'm Black China. Все. I'm China, которая Black. А чем это хуже или лучше, например, образы Лизы в куче роз? Ты знаешь, у Лизы есть оправдание нахождения на этой премии. Вот. И ты понимаешь, зачем она хочет привлекать внимание? Она артистка. Ну, а давай подумать с другой стороны. Вот Black China, она TV-персоналити. Ей хочется внимания. Внимания нет. Она приходит на Грэмми, сейчас вирусится, и даже мы ее обсуждаем. Тогда это тоже хорошо. Теоретически она же сделала то, чего она хотела. Но Шанэ Твейн. Шанэ Твейн. Да, она тоже это делала. Просто это... Но она поет хотя бы. Мем должен быть качественный. А это что, некачественный? Некачественный мем. Ладно, смотри, супер. Ладно, давай дальше. Еще одна куча мала цветочная. Это Алиша Гадис. Я не знаю, кто это. Рэйчел Буркин. В платье от Рэйчел Бурк. Вот зачем это? Что это? Это какая-то распродажа тюли была? Почему так много ее? Ну, давай так. Если Black China в Черном Лебеде, то Алиша Гадис, потому что она хочет всем нагадить, например, своим луком. Она реально просто... Лекарство от аллергии весной. Она весна. Вот, я понял. Она символизирует... Весну. Весну. Что скоро снег растает. Да там у него и не было. Снег растает. Там по-любому кто-то внутри просто хотел. Там кто-то есть. Она проводит кого-то на премию. Там какие-то плюсы с собой она вела. Бля, очень хочу. На Грэмме. Но проходки нет. Троянский конь. А почему мы так не пошутили про Лизу? Потому что мы думаем, что там тело треугольное. А это здесь реально. Юра, иди вниз. Ой, как смешно. Ой, это очень смешно. Давай дальше, Гош. Аманда Райфер в Том Форд. Кто такая Аманда Райфер? Я не знаю, кто это, но она явно претендует на лавры этой. Да-да-да. Лена Катина или как там? Нет, Лены Лениной. Лена Ленина приехала. Она же вообще законодательница просто причесок. Вот таких. Если вы уже посигнулись на вот это, то почему это поехало вбок? Шары эти. Это, в принципе, если ты Юру на голову посадишь, будет такой же эффект. Юра, Юра, иди сюда. Иди ко мне. Иди, примерим. Иди быстрее. А ты всем показал уже свою юбку пришитую? Да, конечно. Вот, смотрите. Вот так. Разверни другой стерк. А представляешь, это Юра у нее на голове? А представляешь, что ты сейчас на сытке на голову? Он на сытке, он очень воспитанный пес. Я как ее зовут? Алманды Райфер. Ладно, сделаем. Юр, все, иди. Мне чуть-чуть хочется обрезать платье, а так, в целом, эффект бантажа. Но хочется, чтобы было голенькое там. Мне кажется, что Аманда Райфер невысокого роста это опять подиумное платье. Это тот пример, когда платье подиумное надевают на человека немодельного роста. И тут все чуть-чуть съехало. Как будто бы полоски не там. И разрез чуть-чуть ниже, чем он должен быть. Ноги должны быть больше. Но в целом, ты знаешь, мы сейчас ржем над этой прической Лены Лениной, Юру на голову сажаем. Ну, это же, ну, хотя бы симпатично. А как ты думаешь, пуша нет вон, если снять шапку, там тоже такая прическа. Прикинь. Да, просто продолжение. Голова такой порт. Да, да. Как Марч Симсон. Марс такой, да. Как Марч Симсон, прикинь. Ой, давай дальше. Это Дэйвантайнс в бренде «Ин Бодех». Что происходит? Во-первых, обратите внимание, что, бля, как же, на ногах логотип Балопотемкиной. Это камея. Балопотемкиной логотип. Где Балопотемкина, кстати? У меня такое... Мне кажется, все. Она, мне кажется, половину нарядов шла на эту премию. Блин, хочу документальный фильм. История Балопотемкиной. Бля, бля. Мне кажется, сейчас вполне вероятно, что именно такой контент нам нужен. Романтическая история. Ой, не могу, смешно. А как ты думаешь, почему он в этом? Ну, просто я вот пытаюсь понять. То ли это соответствие модному тренду на голые ноги в мужской моде. Вот сейчас почти все показы, которые были, все без штанов. То ли это какой-то кор. Даже вот в этом пальто на подиуме мальчик без штанов идет. Или у Лоэва постоянно парни без штанов ходят в трусах. Все сейчас про трусы. Возможно, здесь какой-то есть посыл, который... Возможно, здесь есть какой-то посыл, которого мы просто не знаем. Вот у меня в обзоре, вы посмотрите, мы специально не вырезали, что ты повторяешь постоянно. Правда? Это очень забавно, потому что у тебя профессиональная привычка, что ты переговариваешь, и вы это всегда умираете. И это, на самом деле, очень круто. Мне кажется, ты даже в жизни иногда можешь так говорить. У меня недавно был прямой эфир для одного бренда, и я во время прямого эфира переговаривался. И у нас в подкастах с Мезенцем ты тоже постоянно переговариваешь, там нет монтажа. Он же не делает монтаж. Я им, главное, жизнь пытаюсь упростить, переговаривая фразы сначала, а в это все оставляешь. Ты на мою скрашиваешь. Ну ладно. Диджей Спиндерелла. Я не был готов. Спиндерелла. Спиндерелла. Ой, диджей Спиндерелла в Бреа Стинсон. И для того, чтобы мы знали, что это точно диджей Спиндерелла, на животе написано, что она диджей. О боже, она Спиндерелла, это крутилка? Типа она крутится во время сета? Это Спин, да. Это как Синдерелла и Спин. Блин, это прикол. Это Синдерелла, которая делает Спин. Да она вообще супер. Мне вообще, на самом деле, этот лук нравится. Он настоящий. И она надела эту футболку. Написала на себе, что она диджей Спиндерелла. Чтобы все точно знали. Потому что это мы там ковырялись уже, искали, кто это и во что она одета. Вот мы знаем, что это диджей Спиндерелла. Это как диджей Катя Гусева. Должна тоже на себе написать. Диджей Катя Гусева. Кате, дарим идею. Да супер она. Ноги супер вообще. Стрижка супер. Все. У нее такая улыбка, что с ней хочется познакомиться. Она обезоруживает, Гош. И еще интересно, что у нее аж два... О. Судри научился. Знаешь, когда ты по домашним арестам, у тебя на ноге такая хуйня. Как у Анны Делви. Да, вот это она. Дэрил Ханна. Это какой-то известный человек. Ой, ты что? Дэрил Ханна, это супер. Это же одна из мусс Тарантино. Она снималась в Бит-Илла с одним глазом. Мой ремикс. Я обожаю Дэрил Ханну. Это ужасный наряд. Она просто как шкаф в нем. Но Дэрил Ханна просто супер. И почему она не пришла в каком-то образе в стиле Квентина Тарантино? Например, в каком-то белом вот этом плаще с красными нубами. Что это Грэгина? Это Грэгина просто в зеркало стоит, сфотографируется в доме, блядь, там. Это чисто ее вайб. Давай перейдем к Эмбер Роуз. И, кстати, мы не нашли, в чем она. Я думаю, она тоже не нашла. Я думаю, она в целом не понимает. В том, что было, в том и пришла. У нее татуха на лбу какая-то. Да, вообще прикол. Что тут написано? Написано, знаешь, что? Дизайнер бренда? Там написано. Саша. Диджей. Для Абреги. Диджей Свиндерелла. И Стрелка. Ой, ну я люблю Эмбер Роуз, на самом деле. На все это уже ужасно. Это вот я тебя слепила из того, что было. У одной подружки были митинги вот эти в клепках. А вот это платье-резинка осталось. Юра, все хорошо, мы почти закончили. И все как будто бы собранное по сусекам. Здесь нет цельности. Но мне нравится Эмбер Роуз, поэтому у меня к ней нет вопросов. Она вот такая. Но можно было бы сделать классно. Это полный трэш, Саша. Ну а вдруг это вот так же, как настолько все плохо, вот как у наших каких-нибудь звезд, типа Волочкова или Киркорова, когда уже нет смысла переделывать. Вот она вот такая, и сделай ее современнее, и будет плохо. Нет? Я вообще ничего не понимаю, что ты сейчас сказал. Ну что, когда есть некий сложившийся уже образ, вот Эмбер Роуз, она вот такая, как будто бы ее из него вытаскивать уже и не надо при помощи модных каких-то решений. Она вот такая в митингах, да в платье-резинке. Какая цель? Непонятна цель. Я не понимаю ее нахождение здесь, поэтому мне странно обсуждать ее. А я вообще ничего не понимаю. Ну и все, она диджея Спиндереллу прорекламирует, и мы поехали дальше. Молодец. Йо Готти в ателье Бисер. Это появление российского бренда на красной дорожке Грэмми. Во-первых, ателье Бисер очень красиво. Я смотрел в Инсте, но... Это такой трэш тут. А я еще видел, у них это платье в кампейне. И у них стерто на фотошопе, что оно держится на веревке. И там девочка стоит на каком-то камне, вот это платье, я думаю, какая интересная конструкция, оказывается, это веревки, которые пришиты к подолу, и вот эта штука просто обруч, который валандается вот так в воздухе. Почему? Зачем эти нитки? Ну, чтобы вот этот обруч в воздухе висел как будто бы, потому что если нитки убрать, то обруч будет по полу валандаться, и перья не будет висеть. И оно все помялось, и я не знаю, кто это. Ну, хорошо, я... Ну, просто какие-то два человека, которых пригласили и сказали, вам нужно нарядиться, и они такие, что, надеть, и выбрали этот. Для бренда здорово, у бренда красивая визуалка, но тут мы понимаем, что очень много еще над чем бренду нужно поработать. И далее мы обсудим Карли Пирс, это кантри-певица, которая в платье от российского бренда Раз Зарио тоже появилась на Грэмми, так еще и Грэмми получала на сцене. Представляешь, уровень. Ага, теперь мы обсудим, как выглядит это платье, обсудим. Давай. Ну, вот так оно выглядит. Я, кстати, только что понял, что это не просто платье в цветах, там еще и бант, видимо, на спине. Да, но обратите внимание на тон подкладки. Ой, фу, блин. Я не видел этого. Ну, вот и здорово, что бренд Раз Зарио смотрится классно только, если у тебя песочные часы, и ты размера XS, все, на этом точка. И это еще подогнано под тебя. Если, ну, может быть, есть лучшая фотография. Может быть. Но как будто бы на стерео что-то, да, есть такой вайп? И поза та же. Да, и поза та же, руки в боки. И инструкция идет к бренду, как носить его, вот так. Но я хочу сказать следующее, что несмотря на то, что мы вроде бы тут как бы придираемся к бренду Раз Зарио и Ателье Бисер, мы ими гордимся. Это все равно гордость нации, что Раз Зарио и Ателье Бисер были на красной ковровой дорожке Грэмми. И не мимо пробегали, а их вон фотографировали. И на vog.com выложили. А Раз Зарио это русский бренд? Да. Наверное. Не знаю тоже. Просто тут не знаю. А вдруг они уже перерегистрировались, и они не российские бренды? Ну, я не верю, что создательница русская. Но она здесь его создала. Ну, супер. Таких много брендов. Да. Например, Goshwear. Exacto. Roger Shop. Ну, хорошо. Давай закончим сегодняшний выпуск обсуждением королевы. Класс. Рекордсменки Грэмми. Она поставила рекорд. У нее 32 статуэтки. У меня тоже. Больше ни у кого такого количества нет. Это Queen B. Бейонсе, которая опоздала на красную ковровую дорожку. Первую даже статуэтку она не получала, потому что она не приехала в этот момент. Была, как говорят, в пробке. И вот она была вот в таком наряде от Гуччи. Как тебе союз Гуччи-Бейонсе? И вообще, что ты думаешь обо всем этом? Я очень рад этому наряду. Мне он нравится. И особенно на фоне всего того, что мы сейчас посмотрели. Видимо, какой-то тренд на серебряную ткань. Но вообще, это правда один из трендов. Это Core. Серебро Core. Серебро Core. Серебро Core. Это когда все вновь слушают группу серебро. Мне нравится. Мне платье нравится. Мне нравится нюд эффект на груди. Мне нравится, что оно посажено на нее. И, возможно, это Photoshop. Потому что фотографию мы непонятно откуда получили. Но, как сказал Дипло, все куплено. Скандал главный. В Йонс вручает статуэтку, камеру переводит на Дипло. Дипло в этот момент говорит, да, они это купили. И потом все читают это по губам. И об этом очень долго начинают говорить. Что в целом, мне кажется, как будто бы правда. Потому что я не считаю, что Ренессанс должен был Грэмми получить. Я думаю, знаешь, из-за чего? Куплено, не куплено, не знаю. Но люди, которые делают Грэмми, понимают, что все меньше и меньше интереса к этой премии. И чем больше вирусника и каких-то информационных поводов будет, тем лучше. Про Бьонси, ее рекордсменство, рекордсмуменство писали, об этом были посты, статьи, это вирусили, что она опоздала, возможно, опоздала тоже специально, чтобы об этом еще говорили. То есть это просто хороший, классный инфоповод нового рекордсмена, который теперь есть у Грэмми. Поэтому, может, они и не купили, но, может быть, и действительно не так, что она заслужила эту свою рекордную статуэтку. Мы почти закончили. И прямо сейчас предлагаю определиться с Best Dressed Celebrities. Кто? Я думаю, Doja Cat. Ну, мы ее меньше всех обсуждали, но это правда очень красиво. Doja Cat, и я больше никого, ну, у меня никого, никто не всплывает в памяти. Давай, кроме шуток, реально, Doja Cat, это правда хорошо. Давай, наверное, можно я сейчас быстро еще гляну всех. Ну, просто вот это должно всплывать в памяти, понимаешь? Потому что, ну, синее платье от... Нет, все, Doja Cat. Doja Cat? Doja Cat. А Бьонт даже рядом. Нет. Ну, Бьонт симпатичный, но не вау. Нет. А худший наряд чей? Диджей Спиндерелла. Нет. Шенайт Уэйн, блин. Да нет, Эмби Роуз, это что такое? Ну, давай, Эмби Роуз и вот это из Топшопа Лена Крыгина. Все, больше ничего нету. Ну, все, мы определились с лучшими и худшими нарядами. Все, Гош, хватит. Спасибо большое, это был Рогов Лайв специально для вас в новой студии. Все по-новому, только мы с Карцевым старые. Чао. Пока, Гош. Почему линолеум воняет?